Ну а перед началом ролика хотел бы тебе рассказать про важную информацию. На канале Редко, но метко проходят конкурсы на робуксы. Если ты хочешь поучаствовать в этом конкурсе, нажми на кнопку подписаться и жми на колокол, чтобы быть в курсе, когда они проходят. Ну а мы начинаем. Ииии всем привет, я с тобой, колонтайка. Если что, играем в роблокс, игрушку под названием симулятор пчеловода или в бисварм симулятор. Эххант у нас продолжается и у нас сегодня будет прям вот недосказанное, что было вчера. Я не знаю, как это даже обозвать, но короче, всё будет по поводу обновления. Итак, с нами находится Его, ой, куча двоек. Валера 2001, да, она 458, 95, дыг-бр-бр-бр-гэ и елт-ютэ. В общем, вот такие вот замечательные ребята. Папа, ооо, успею? Ну, смотри, я, наверное, мы даже и поможем им, если мои ребята успеют прилететь. Я успею вот этого ещё красавца забрать обязательно. Было бы хорошо прям. Прям вот, прям вот классненько-преклассненько. Так, забрали. Забрали ещё всё. То, что нам не нужно. В общем, первое, что я хотел бы сказать или показать точнее. Показать по поводу маркета. В общем, маркеты на самом деле прикольные, но есть такие моменты, которые на самом деле не катят. То есть, вот эти вот, вот эти показания, я вообще не понял, что это такое. Показатель скидки, что ли, может быть, что-то такое. Я вот это не понял. 1 плюс 5, минус 1. Вот это я вот, честно, ребят, я до сих пор не догнал. Но вот, а, ну это глюч просто. Но, я тут заметил такую штуку. Но, скорее всего, все, кто уже использует, все многие заметили. Это, эти штуки не просто обычные. То есть, не просто за мёд. Они ещё и за тикеты. То есть, например, на кокосовый буст взять 10 тикетов стоит. Например, на перец взять 9 тикетов стоит. 8, 7, 6, 5, 4. И так до единички. В общем, самое выгодное, это самые низкие брать. Чтоб потом у тебя вот эти верхние стали со скидкой. Я думаю, это так работает. Ну, возможно, я что-то ошибаюсь. Можно будет немножко попозже проверить. Но пока что я этого не буду делать. Чуть-чуть попозже. Прямо обязательно сделаю. Потому что я хотел тебе показать ещё кое-что. И, в общем, цель с этого босса, как можно быстрее собрать нам марчмелла. И использовать его буст для фарма. Буст для фарма тоже, наверное, ну, можно будет посмотреть. Это первый... Вот сколько вы внесли дамага. Максимально, по-моему, х5. Возможно, х5. У меня максимально был х4. Поэтому я не уверен, что максимально х5. Возможно, даже и больше. Но тестить это я не знаю. Наверное, не успею. Потому что... А может, успеем. Может быть, чуть-чуть перемотаем. Успеем, наверное, и босса потестить. Может быть, ещё что-то. Так, по поводу улитки. Улитка. Возможно, будет завтра конкурс. А возможно, и сегодня. Нет, точно, ребят. Завтра. Долго сегодня стояла. Почему-то улитка стала немножко потолще. Не знаю, почему. Не знаю, в чём прикол. В чём её секрет. Но я её вот половину хп достаточно долго убивал. То есть, это не полтора часа, не два часа, как раньше. А прям вот долговатенько. Не знаю, в чём прикол. Может, какие-то резисты добавили этим боссам. Не понял. Я вот реально не понял прикола. Поэтому... Ну, поэтому вот так. Итак, по поводу командоров. Командоров чикинов. Это самое прикольное, самое вкусное, самое классное. В общем, вот он, вот наш командор. Он у нас респавнится каждые полчаса. Он без тайминга. Его просто надо убить. Плюс ещё тебе могут помогать всё, что движется. И вообще всё, что шевелится на сервере. Плюс ещё ты сам спокойно должен его убивать. Но проблема заключается в том, что... Да нет проблем. Нет проблем. Единственное, нужно каждые полчаса заходить и убивать его. Я нахожусь, по-моему, на 30 каком... Ой, на 37 месте. Я думал, он там на 30 и раньше. А, нет. На 31 месте. Всё, я думал на 37. Убил я, получается, 37 раз её. Или его. Ну, короче, вот эту вот цыпочку я убил, в общем, 37 раз. У нас самый топовый волосатик наш. И он, в принципе, со мной поделился. На 50 левеле дают награду мифик эгг. Так что, ребят, убиваем. Классно. Вот, на 100 мне ещё, в принципе, не сообщали. Но и 100 никого нету. На 100 посмотрим, что дадут. Я думаю, стар... Стар печеньку, стартрит. Но что ещё дополнительно с ней, пока неизвестно. Это вот такие вот события. По поводу событий. И поэтому это вообще прям топчик. Это вот и для топов, и новичков, и для всех-всех-всех-всех. Достаточно прикольная такая вот игрушка. Единственное, что нужно каждые полчаса заходить. И сегодня я не особо это мог делать. Вообще, в принципе, у меня, как бы, сейчас возможности быть около компа каждые полчаса не предоставляется. Я, как по возможности, это мог. Сделал, в общем, вот такие дела. По поводу фарма, ребята. Ребят, не фармился. И пока не могу себе какие-то рекорды сказать. Да и, в принципе, мне пока нету интереса фарма. То есть, мне этот мёд пока особо-то не нужен. Кроме как на новую... Па-па-па-па-па... На новую слот. Обязательно буду фармиться. Может быть, через день, через два. Но к выходные прям вот точно. То есть, я весь буду в симуляторе пшеловода. Просто дело в том, что у всей России карантин. У меня, как назло, работа. То есть, вот это самая главная проблема. Почему я не качаюсь? Да и почему, кстати, я и подписчика своего, который вот бущу, которого вчера выли созрели бусты, я сегодня ещё не закрыл. Вот должен был сегодня закрыт, по факту, но он у меня два дня, грубо говоря, простоял АФК. Особенно вчера с этим обновлением. Я прям вот, ну, прям, я даже перед ним извинился. Я говорю, зайди лучше сам, поиграйся. Я говорю, я не смогу сейчас себя покачать. Потому что было вчера, ну, сами понимаете, ажиотаж. И в восемь вечера было обновление. И не получилось у меня побустить моего подписчика. Вот. Но я думаю, он не обидится. И, в принципе, его завтра закроют. Должен, по идее, завтра закрыть. И, в принципе, покажу, расскажу что-то такое интересное. Вот, по нему. Просто мне было, вот, на самом деле, очень интересно. Это вы видели просто самую раннюю версию. На самом деле, я ему, ну, по нему есть что рассказать. Очень такой интересный аккаунт. Вот. Ничего особо не менял. Просто вот оставил, как есть. Вот. Это вот что я ещё хотел сказать. Просто он мне там что-то говорил, там, по поводу даймонов. Я ничего не менял. И вообще, в принципе, к Улю я как к самому началу ему скинул. Как я изменил Улю. И всё. И больше не прикасаюсь. Но вы, по крайней мере, этого тоже не знаете. Тоже опять расскажу вам. Потерянные дни. Очень. Ну, такая, говорю, интересная такая прокачка. Для меня была интересная. Так. Заканчиваем мы с Командором. Давай. Давай, давай, давай. Заканчивайся. Не хочет. Такая ещё тут озвучка такая. С какого-то босса уже взятая. Не понял, какого. Подожди. С какого? Не из палочек? А, с муравьёв. Да, по-моему. Муравьиная такая музыка. Прикольно. Так. По поводу обновлений. Ничего сегодня не выпускалось. Я, в принципе, это проверил очень просто. У меня АФК ничего не стояло. Вот. По поводу магазинчиков. В магазинчиках вот такие вот красавчики появляются. Но они не особо ничего не дают. Только вот мёд. Я ничего прикольного не видел. Возможно, что-то падает, но приколов не видел. Вот. Ещё один магазинчик. Давай сейчас потестим. Просто поубиваем. Может быть, что-то там по приколу будет. Что-нибудь выпадет. Нет. Ничего там не выпадает. Выпало 1-3. Так. Ладно. Что хотел ещё? Самое главное пока. А, подожди. Я хотел сейчас посмотреть амулета. Вдруг я всё-таки. Проглаб лапузил и не увидел амулет. Пере-пере-пере. Нет, амулета не выпустили. Всё, в общем, как обычно. Даже этот у меня нету. Где-то тут чикин пищит. Это в магазине, да? А, 5 магазине жив. Жив цел 5 левела. Так, быстренько убиваем. Да, опять печенька. Не знаю. Когда на печенька даже падает. Мне кажется, что может выпить. Смотри. Кстати, вчера я обтестил, убивал всяких боссов. И мне выпало старт-3 с кого-то. Честно, ребят. Не покупал. Потому что вчера видели, что я вчера плакал. Почему у меня так мало тикетов. И так мало и осталось. Потому что я же не играл. По факту можете посмотреть вчерашний ролик. И после ролика я выбил старт-3. Мне кажется, всё-таки с этого краба. Но, ребят, не уверен. Не уверен, что именно с него у меня упало. Потому что я вчера, в принципе, много кого убивал. И улитку, кстати, вчера не убивал. Потому что, ну, понятное дело, она мне жива. И я уже показывал это. И ещё что-то хотел показать. А, вот. Очень интересная фишка. С каждым боссов есть такой шанс, что выпадет. А, и этот. Как его там? Чикен. Чикен беленький такой. Который мы в самом начале вчера при квесте убивали. Так, с него не выпал. Сейчас, может быть, с другого выпадет. Это такая-такая рандомная фигнюшка. Но, в принципе, с него что-то такое вкусненькое выпадает. Насколько я понимаю. Потому что, насколько я помню, это лучше, чем магазин и чикен. Нет. Смотри, не выпало ничего. Да чё, не выпало ничего? Ну, чё за дела? Так, с какого бы мне ещё? А, с жука. Жука может выпасть. Точно, с жука может выпасть. С обычных вот этих я не видел, чтобы не выпадало. Такая-то собака красивая, кстати. Вообще красивая собака. Я имею в виду пчела-собака. Так, будем копить, кстати, одарёнок. Кстати, хотел похвастаться своим подписчикам. Именно таблеткой. И вообще сказать ему огромное спасибо за нитро. Он мне вчера купил, продлил нитро. Джотара мне купил первое нитро. Как бы с почином. Вот, мы убили его. И нам дали. Смотри, что нам дали. Нам дали, по-моему, старжелейку. Но не уверен в этом. Чикен тут была. Короче, тут яйцо выпало. Смотри, что-то с него нам выпало. Микроконвертер. Вот он, видишь, выпал. Блюберри, биттерберри, санфловер, трит. Ну да, всё, ничего такого не было. Но всё-таки всё равно вкусненько, я считаю. Я считаю микроконвертер, микроконвертер. Очень-очень вкусненький. Так, и по поводу таблетки. Да, огромное ему спасибо за нитро. И он мне, кстати, вчера похв... Ну, также после нитро похвастался. Я не знаю, как я не посмотрел. Не помню сейчас период времени. Но, в общем, это всё в один день. Похвастался то, что ему с улитки выпало ещё раз мификэк. Это реально вот везение. Второй мификэк подряд с улитки ему выпадает. То есть, это круто. Может быть, и с третьей улитки. Но просто очень маленькое количество времени прошло. До того момента, как выпадает мификэк. Это действительно... Ну, достаточно для меня. Это достаточно круто. То есть, по мне, это реально очень круто. Так, смотри. А тут какого левела в магазине сидит? Там 5-го левела. Подожди, там 9-го левела. Пойдём убьём. Иди сюда. Цыпа, цыпа. Куда? Где она? Хе-хе, я потерял. Подожди. Там заблудилась она. Ну, мы чё тут не найдём? Ничего мы не поднимем, я так понял. Цыпа там, короче... Всё вот тут где-то стояло. Короче, всё у нас... Всё у нас было в лабиринте. Всё, ладно. Мы без цыпа. Блин, жалко не вышло. Я бы хотел посмотреть 9-го левела. Давай ещё потестим 10-го. Вот это вот 11-го, 10-го. Короче, мне вообще, по идее, ханда. Я бы сказал в том видосе, что как-то в том лучше. Нет, в этом намного круче. Для старичков, для топовых. Это очень круто. Плюс ещё, мне единственное не понравилось, что маркет всё-таки добавит. Как приятный звук сдача. Ого! А вот это я тоже вчера чё-то не заценил. И я сейчас, правда, реально, вот только что узнал об этом. Так, две минутки осталось. Обязательно затестим. Пойду в магазине кого-то искать. В магазинчике никого нету. Тут есть только чей-то медведь. А смотри, а он сюда встал. Он, считай, его не будет дамажить? Интересно. Тоже это затестим, посмотрим. Как это так-то? Не дамажить, а? Пойдём посмотрим, кстати, изменения. Может, там что-то какие-то изменения у нас сделались? Ну, по-моему, тут ничего уже такого не поменяли. А на это, кстати, вынудили. Я вчера выяснил. Вынудили его вообще выпускать это обновление. Он не хотел. Он хотел всё-таки седьмого. Вынудил Роблокс заранее это сделать. Он мог, кстати, выпустить только Ханта. Он почему-то, не знаю, сдался. Сдался. Надо было ему только Ханта выпускать. И нормально потом обновление сделать. Ну, в общем, вот такие вот дела. Не успевал он вчера что-то всё поменять. И оставил вот очень много небольших дырочек. Но он, правда, всё поправил прям сразу. Блин, как круто сдавать. Драть. Ого! Прям это. Уша, уши радуются, реально. Так, пойдём пока поиграем ещё в аппаратике. Потому что там что-то кого-то убивать в первых этих магазинах. Я смысла не вижу. Вот. Так. Клей, клей, клей не нужно. Вот оно что. Вот оно как. Приятно. Ничего не... Вот оно ещё. И... И вот так вот. Смотри, сколько всего подкрывали. Это приятненько. Вот. Вот такие вот дела. Так. По поводу ещё раз этого храма. Вроде ничего не поменяли. Ничего не обновили. Это я тоже ничего такого не заметил. Я... Я, конечно, это... Говорю вам, что ролик, наверное, будет длинноватенький. Но... Вот. И... Мы сейчас быстренько босика убьём. И всё. И пойдём потестим как раз вот эту штучку. И... Ещё-ещё поменяли миксер. Я... Мондо-мондо респавнился. Пойдём тесте. Блин, я же не запрыгну. Пойдём ещё сейчас раз. Так, запрыгнем. Попробуем. Ну, мы сейчас не продамажим. Смотри, ребята, такие толстенькие. Ну, сильненькие. Не-не-не-не. Видишь, он просто спрыгнул. Всё. Значит, не работает. Ладно. Если он спрыгнул, значит, не работает. Просто ждал. Вот. Короче. По поводу всё-таки обновления. Там ещё обновили у нас миксер. Немного. Очень прикольно. Пчёлок каких-то обновили, каких-то нет. Ну, короче, все, что на тесте тестили обновление пчёлок. Вроде всё добавили. То есть, добавили бабл, добавили тапочек. Всё вроде круто, офигительно. По поводу наших рюкзакей, теперь прям очень-очень большие, прибольшие. Плюс ещё добавили какой-то скилл у тапочка, который я до сих пор действительно не понял. Converse rate at half. Я действительно это не шарю, пока не понимаю. Вот. По поводу фарма, наверное, прям вот будет топчик. Вот. Но я ещё, ребят, не фармился, не тестил. Нужно всё-таки два этих взять. Кучу конверторов. Пойти фигачить. Это 100%. Плюс ещё заюзать нам марчмелку обязательно. Прям вот надо будет как-нибудь пофармиться. Но я думаю, это не на ролике, а просто, может быть, как-нибудь запишу. Может быть, какой-нибудь стримчик сделаю. Обещал стримы, ребят, на этой неделе сделать. Скорее всего, сделаю. Скорее всего, сделаю. Посмотрим. Посмотрим. Возможно, и, может быть, день в четверг сделаем. Там посмотрим. Потому что я понимаю, сидеть дома в карантине, это жесть какая-то. Но я, ребят, тоже поймите меня. Я работаю. Меня на работу вызвали. Поэтому я тоже думал, что я буду сидеть. Мне сначала сказали, ты сидишь. Я такой, ну ладно, я рад только. Так, росточек из топового выпало. Мне понравилось. Так, ну тут самое прикольное. Нужно на марчмелки ловить. Но марчмелки я, блин, с такой оравой не поймаю. Так, нам дали буст x4. Вот, видите, заметили, нам дали буст x4. Это рейд там 1.4. Так, 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 так. Ничего прикольного пока не вижу. Я лично не вижу ничего прикольного. А хотелось бы. Фух, хорошо хотя бы. Ой, я марчмелку вытащил. Ну хоть марчмелку попал. Так, кубики падают. Ну ничего такого прикольного нет, на самом деле. Кроме марчмелок. Может быть, кто-то и вытаскивает какую-то ультра редкую штуку. Но что-то я под сомнением. Что она прям вот, прям вот ультра редкая, ультра топовая. Тут самая топовая все-таки марчмелок. И их нужно прям наформить максимально, ребят. Как можно больше, прям под конец ивента. Прям вот, чтоб все были. Чтоб всегда у вас было фул. Вот, я этим сегодня обязательно займусь. Подожди, ну все повыпадает до сих пор. О, еще конвертер. Конвертер не засчитывается у меня. Надо юзнуть. Не дело. Все, ничего не выпадает. Так, мода кончился. Зато заюзался расточек, который нам неинтересный. Я сейчас последнее показываю миксер. И все. Так, а по поводу буста. Дают 1.4 к нашему рюкзаку. Конверсию рейд. И 10% полей. Это круто. Так, я тут клей делал. Да, смотри. Вот я смотрю. Я поставлю клей. 4 штучки. Я могу за 4 тикета ускорять эту штучку. Это крутенько. Так, еще вот в этой штучке поиграемся. Последний. И у нас, наверное, все. Наверное, все. Ну... О. Хе-хе-хе. Вот. Буду собирать, ребят, сейчас роски. На самом деле, как можно больше, как можно лучше. Не буду юзать. Обещаю вам. Ну, обещаю. Как вот. У меня еще только сейчас вот того, кого больше, мне нужно поюзать ему роски. А так я не буду юзать. У меня 110 росков. Это для будущих бустов. Для будущего вот такого прям вот хорошего в прихорошего. Но я не знаю, как сейчас Аннет будет фиксить. Как будет добавлять. Возможно, что-то будет порезать. Что-то будет ухудшать. Во благо того, чтобы были мили... Нет, кто? Триллионы вместо миллиардов сейчас. То есть все будут хвастаться триллионами. Пойдем посмотрим, кстати, топ. Топ дня там должны быть триллионы. Нет, 279 миллиардов. Я думал, триллионы прям будут. То есть достаточно приятно. Достаточно приятно. Это лучше, чем на тесте. Намного, намного приятненько. Я думал, прям триллиончики будут. Ну, а в принципе, все. С тобой был Клан Тайка. Не забывай подписываться на канал. Не забывай ставить лайки. Не забывай писать клево в комментариях. Опять же, если что-то узнал, какой-нибудь баг, какой-то тест, очень-очень-очень что-то классное, пиши обязательно в комментарии, пиши в личку, в Дискорд. Я обязательно все потыщу. Но, возможно, я какие-то баги, ребята, особо не буду рассказывать. Может быть, мы в своем кругу в Дискорде будем их тестить, играть. И потом, может быть, через какое-то время я их покажу и расскажу. Но, пока что мы такого ничего не знаем. Вру. Вру, конечно же, вру. Вот. Что-то мы знаем, что-то мы не знаем. Но это все такое. Зумбурное. Очень много, на самом деле, в пчеловоде тайных секретов. И ребята реально прям вот просят. Не рассказывайте, не рассказывайте. Чтоб меньше людей знало. Все. Ну, а с тобой был Клан Тайка еще раз. И всем, ребят, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.